привет привет сейчас я поделюсь с вами как изготовить хорошее сидение своими руками и очень легко для любого практически моноколеса в этом ничего сложного нету ну вы скажете зачем это нужно когда куча вариантов сидений продается просто в магазине можно взять и просто приобрести его да так можно сделать но это не значит что то есть и день который приобретете будет намного лучше чем то которое вы сделаете именно под себя вот так вот ну что поехали наверное вот этот вариант многие видели уже да на ютюбе по крайней мере не снимал про это но в телеграм-канале моем все это было и туда я выкладывал как я его сделал на мой телеграм-канал с точки составляю в описании залетайте вот одно из самых лучших комьюнити в россии по моноколесам у нас ну лампой такое перейдем дело смотрите какой сделался сиденье это первый мой набросок можно сказать первая генерация сейчас мы сделаем с вами все то же самое только я хочу сделать его чутка помягчится то есть добавить туда такого баланса между жесткостью и мягкостью по поводу сидухи так мне открыть все очень легко то есть все функционально такая сидуха если посмотреть снизу как все это крепится то есть здесь просто используется две стяжечки и велкро да то есть как чтобы ручка не прыгала ну и там то есть сама ручка тоже на велкро крепится чтобы снять полностью сидуху нужно откусить вот эти стяжки и она снимается но в этом нет никакой необходимости потому что все доступ везде есть то есть вы можете в любой момент ручку поднять и за это покатить колесо до либо опустить ручку плотно все вот так держится то есть никуда не шатается все очень жестко хорошо держится вот поэтому сейчас мы берем с вами вот такой кубик для йоги который продается абсолютно везде я взял название две штуки сразу заказал комплектом вот из него и он сделал из материала по моему его называется до его его вот из него мы сейчас с вами прям будем делать сидуху то есть так создадим болванку определенный вот и после этого когда у вас будет готов вариант вы на нем уже можете ездить его использовать но если вы хотите сделать стиль то вы дальнейшем просто отдаете это в любую ну мастерскую там где занимаются кожей и вам просто сверху сделают чехол какой-то либо обошьют как я отдал то есть вот и мне обшили именно вручную кожей то есть получилось прям мега качественно мега круто ну вот ну чё погнали давайте делать еще немалом важный момент то что вот этот материал он вообще практически ничего не весит даже если вы обошьете кожей вам не нужен никакой каркас делать ничего этого не нужно делать просто вырезаете под крепления то есть мы будем делать да под в 12 может на 12 не видите как бы крепление то есть центральную ручку надо вырезать сделать углубление определенное вот ну формовочку такую провести небольшую и подогнать то есть это все что нужно сделать это делается нетрудно абсолютно вот так же под любой абсолютно моноколесо можно сделать как у под какое-то делается более легко под какой-то чутка посложнее но в целом все это 30 минут подгонка вся это занимает ничего сложного в этом нету кубики недорогие эти вот и самое кайфово что игрю ничего не весит то есть вы обошите кожи вас пушинка просто будет и то есть никак на вес моноколеса не повлияет а сидеть будет удобно после того как все разметили просто начинаете вырезать сектора я знаю примерную глубину которую мне нужно поэтому я просто буду брать скажем так с небольшим запасом а и и Продолжение следует... То есть примерно все делается на глаз, но с запасом, ребят. Лучше потом побольше... То есть вначале лучше поменьше отрезать, а потом просто подогнать. Это самое лучшее будет. Поскольку у меня уже это вторая генерация, то я уже запомнил, как и что мне нужно делать, и насколько срезать. Если вы делаете первый раз, закажите пару кубиков лучше всего. Если первый раз не получится, запорите, то можно будет дальше продолжить. Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как серийную вырезали, то есть подготовили под свое колесо какое-то отверстие, можно так сказать. После этого просто дальше начинаете уже под размеры подгонять. Я знаю, сколько мне нужно, поэтому делаем новые отметочки и подрезаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребята, ну собственно все, мы баллонку сделали с вами, да, то есть под размеры подогнали. Сейчас нужно будет ее уже подгонять конкретно под наш крепеж, да, который нужен. вот так на данный момент все это выглядит то есть мы видим что по стыкам смотрите то есть если вот так посмотреть да здесь пространство есть и здесь пространство есть сейчас основная задача чтобы убрать полностью это пространство чтобы точки крепления точнее ну так когда вы будете на нем сидеть то есть опора была везде распределена равномерно то есть вот это сейчас этим мы будем заниматься то есть чтобы сидуха опиралась на ручку была закреплена вел кредо на ручке и опора также опирались сюда на корпус частично распределена то есть нагрузкой будет частично распределена по всему по всей этой площади нужно просто подогнать сейчас и все так ну а я делаю передал в руки профессионала ребят знакомься артур вот это его как раз мастерская он занимается кожей пошивкой сиденье 8 все что угодно стандарт кожи промер тур вот он мне как раз сделал мою первую версию сидушки обтягивал этим ну изготовил чехол вручную и сейчас он также будет готовить финишную работу проводить вот и набивать мягким материалом поролон промеж поролон короче поролоном сейчас мы делаем под ручку подгонку то есть примерно знаем что она имеет небольшой изгиб вот вычищаем центральную часть так в первой версии мои сидушки то есть вот так она выглядела как бы мягко мягко вот сверху было совсем немного то есть тонкий тонкий слой я в этот раз хочу сделать более мягкую как я уже говорил и мы срезали чутка больше то есть и получается вот ну совсем то есть мягко стало здесь и может ну короче это жирноты мало стало особенно в центре центральной части поэтому будем сейчас это укреплять все пластиком который ну принципе гнется достаточно хорошо не хрустит и после уже того как мы укрепим центральную часть более крепким твердым материалом сверху уже поролон положим и все но пока артур колдует давайте покажу его проект он тоже фанат короче или или электро байков там и вообще все что связано с электро вот любит делать своими руками и у нее сейчас собирается такой кастом как мне пройти вот такой кастомный байк он хочет на выставку попасть и тут на самом деле много всего интересно сделано я его видел когда он не чисто скелетом было уже во весь весь был короче вот он заново разобрал и улучшает то есть вносит какие-то изменения посмотрите на этот тормозной диск просто гигантский когда подвеска как вам передняя подвеска вот в общем ссылка на артура тоже будет в описании поэтому если что пишите пригоняйте сюда круче вот и одни части лютый лютый проект и и и и и так ну все подложку в общем мы пластиковым приклеили и осталось уже финишно подвести бока и начать мягкое клеить ну поскольку в этот раз захотел более сложную ну как бы не то что даже сложную конструкция просто придет приходится ее дольше дорабатывать чтобы положить мягкий материал в прошлой конструкции все было вот так и это делается гораздо проще не нужно никакой пластик сверху клеить чтобы сохранить жесткость конструкции да то есть можно было просто сразу мягко наклеить все но поскольку мы с центра очень много убрали срезали больше сверху получается центральная часть ну как бы она совсем мягкая там ничего не остается круче мяса никакого поэтому приходится сейчас ровнять и подложку ставить крепче вот после нее уже все сейчас будем уже мягко клеить сверху так чтобы нам хорошо велку приклеить мы с внутренней стороны можно сказать повторяемся то же самое клеим пластик только он более тонкий правильно артур и на него уже будем велкуру клеить то есть ту часть которая но она будет крепиться к ручке пошла 8 сейчас произвели небольшой эксперимент и все-таки решили другой материал клеить для мягкости черну просто поролон потому что поролон когда ты садишься нифига не пружине то есть не хватает плотности а этот материал наподобие как используется в ковриках коврик для йоги наподобие такого вот только мы клеим несколько слоев может быть штук 76 слоев будет на поверх и он лучше пружинит короче так что всем на финишной прямой просунули туда наши стяжки крепление готово вот так все это будет выглядеть то есть мягкая часть стяжки идет внутри у нас подложка жесткая который не дает ну короче фиксацию придает арту покажи все стороны и вот так все это выходит то есть мы просто берем одеваем на ручку здесь велкру я клею позже и потом просто стягиваем и все стяжками если надо заменить что-то снять не проблем стяжки отщелкиваем снимаем чехол и меняем там какую-то конструкцию нужно но это не нужно ничего делать то есть вот так все это будет так ну вот и все собственно финал очка чехол у нас как вы знаете был мы просто его деле на другую конструкцию на другое сиденье крепеж тоже готов единственное что пока что велкру не приклеил но домой доеду приклею а пока просто покажем как все это выглядит артур так это у нас задняя часть узора это пока просто ручку по нему просунь туда под это чтобы не вышли да 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 вот все то есть но так слегка вот стяжками все это прижмется и пожалуйста все идеально никуда не будет ходить нику ни в какие стороны потому что все мы подогнали полностью как хотели вот такая сидуха основные ваши затраты по этой сидухе это кубик и обтяжка кожей то есть либо любым материалом который выберете в принципе можете и сами обтянуть если у вас есть какой-то опыт купив просто материал обычный но если не хотите запариться это все то пожалуйста обращайтесь к артуру все сделает по красоте контакте на него и оставляю в описании все ребята спасибо за просмотр надеюсь видео было полезно для вас бай так приехал домой ну как в паркинг и уже все наклеил слой велкры приклеил кожу все плотно приклеено все очень круто выглядит осталось просто сюда прикрепить ее и затянуть стяжки и и Продолжение следует... Продолжение следует...